Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Fish5TV. Меня зовут Роман Байков и это рубрика «Рыболовный тест-драйв». В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о новом Mitsubishi Pajero Sport. Не удивляйтесь, но я буду часто сравнивать Mitsubishi Pajero Sport с L200. Потому что на Mitsubishi L200 в новом кузове за последние пару лет я проехал больше 90 тысяч километров. Эти модели имеют много общего. Это рама, двигатель, система полного привода и отдельные элементы отделки салона. Mitsubishi L200 первый получил новый внешний облик, который в данный момент является трендом, да, компании Mitsubishi. И, собственно, наконец-то Pajero Sport в новом кузове, в новом внешнем виде добрался до России. Я сразу скажу, мне этот внешний вид безумно нравится. То есть у нас появились новые крылья, капот, бампер, решетка радиатора, головная оптика противотуманки. Определенным плюсом Pajero Sport в сравнении с L200 можно назвать обитаемость в городских условиях. Здесь есть датчики парковки спереди и сзади, камера кругового обзора. Все это позволяет чувствовать себя более уверенно на каких-то узких парковках, когда нужно куда-то приткнуться. Да, конечно, автомобиль не маленький. Да и, в общем, если говорить о электронике, которая здесь есть, именно системы безопасности и помощи водителю, их достаточно много. Одна из систем городских, это система, которая предупреждает о том, что ты зазевался и не тормозишь. Очень классная вещь для тех, кто любит там за рулем построчить какие-нибудь смс-ки, полистать социальные сети. В любом случае, именно в городе вот эта система, она, ну, безумно удобная. Она работает, конечно, не только в городе и на трассе, а в любом движении. Она не просто сигнализирует, она еще начинает в какой-то момент тормозить. То есть, если ты сам не успел нажать на педаль тормоза, система начинает тормозить. Вот, сейчас еще раз продемонстрирую. На самом деле, немножечко, ну, как-то так некомфортно это делать. Но, смотрите, еще раз показываю. Слышали? Она сама начинает уже подтормаживать. Не резко, но начинает это делать. Двигатель 2,4 литра. Дизель 181 лошадиная сила. Достаточно экономичный и при этом тяговитый. Сравнивал я на трассе. То есть, если идти 150 на круизе по трассе, мы ехали от Конаково до Москвы, там порядка 80 километров прошли, вот с ровной скоростью. Расход получился 11,6-11,7 литра. На скорости 90 километров в час, ровный, без каких-то обгонов, тапка в пол, то есть можно прийти к расходу там 7,2-7,3 литра на 100 километров в час. Если идти где-то со средней скоростью, там, 120-130, я думаю, в районе 9 литров можно добиться расхода, если не будет частых обгонов. Этому двигателю хватает тяги для того, чтобы тащить за собой лодку. То есть я перевозил Нордсильвер 585, 150-я Ямаха, бак 150 литров, какой-то шмурдяк, двухосный прицеп, тянет по трассе без проблем. На скорости, там, 80-90, если ты идешь, тебе нужно обогнать, например, фуру, ну, там, с 80 до 110, до 120 вполне комфортная динамика. Расход при этом получается, если мы едем без лодки, без прицепа, в районе, там, 9 литров, может быть, чуть меньше. Если идти с лодкой, с обгонами, с климатом, получается порядка 13,5, а то и 14 литров. Помимо дизельного двигателя, есть второй вариант бензинового двигателя, объемом 3 литра, V6, мощность 209 лошадиных сил, если я не ошибаюсь. Он будет чуть более динамичен на трассе, но разница не настолько большая в динамике, насколько разница прилична именно в расходе топлива. С точки зрения шумоизоляции подкапотного пространства, вот, точно такая же шумоизоляция капота, как у L200, но при этом в салоне значительно тише. И я вот сейчас обнаружил, почему. Если посмотреть сюда, то вот здесь вот пространство между салоном и моторным отсеком, оно дополнительно шумоизолировано. Вот, и из-за этого получается значительно тише в салоне, нет у тебя надрывного звука вот этого дизеля. Да, понятно, там, на совсем высоких оборотах ты его все равно слышишь, но именно в обычном, там, том же городском режиме ездишь достаточно комфортно. То есть тебе дизель не надоедает своим звуком. А, кстати, да, вот еще один плюс бензинового двигателя, V6, ну, все-таки, ну, честно, звучит он гораздо приятнее, чем четырехцилиндровый дизель. Помимо этого, есть еще одна очень удобная система. Когда ты выезжаешь задним ходом, например, да, со второстепенной дороги, или ты припаркован вокруг машины, ты не видишь, что происходит на дороге, то есть эта система, она тебе сигнализирует о том, когда ты начал двигаться задним ходом, если в этот момент поперек едет другой автомобиль, система предупреждает звуковым сигналом, что выезжать опасно. Машина проехала, дорога пустая, выезжаешь. Но в любом случае нельзя полагаться на всех этих электронных помощников. Система безопасности автомобилем должен управлять человек и, в принципе, контролировать всю ситуацию. А они лишь некое подспорье. Система помощи при перестроении. На каждом зеркале есть световой индикатор, который тебе показывает, что нельзя перестраиваться. То есть вот сейчас автомобиль далеко в этой полосе. Если мы захотим перестроиться, ну, без проблем перестраиваемся. Вот сейчас, смотрите, автомобиль начинает подъезжать и лампочка загорается. Не знаю, насколько это удобно. Я, на самом деле, на них особо не ориентируюсь. То есть все-таки я ориентируюсь непосредственно по зеркалам, потому что она, на мой взгляд, немножко перестраховывается. Особенно в условиях, там, московского движения. Вот найти такое окошко, когда все чисто и перестроится, оно бывает редко. Вот она горит, индикатор. Оп, ну, сейчас можно перестроиться, например, да? Оп, позволил. Аварийчикой спасибо. На мой взгляд, еще одна очень полезная система. Особенно в городских пробках. Система называется автохолд. То есть мы остановились. Система фиксирует тормозное усилие. Можно убрать ногу. Вот, я ничего не делаю. Все, поехали. Нажимаем на газ. Машина трогается. Сейчас, как только опять мы встаем в пробку, останавливаемся. На пару секунд нам нужно задержать ногу на тормозе. И система сама зафиксирует автомобиль. Все. Убрали ногу. Отдыхаем. Можем что-то там почесаться, поделать, посмотреть в окошке. Как только начинается движение, мы чуть-чуть нажимаем на педаль газа. Система разблокирует тормоза. Мы начинаем движение. Проехали чуть-чуть. Опять пару секунд подержали. Все, стоим, кайфуем. Новые фары. Свет стал гораздо приятнее. И добавили очень классную функцию. Это подсветка поворотов. Когда ты поворачиваешь, у тебя получается один вот здесь из светодиодов, из этих противотуманных, из блока противотуманных фар, он подсвечивает в поворот. Вот когда ты едешь где-то в поле, какие-то вот такие вот именно темные улицы, неосвещенные, функция вот прям реально очень комфортная и удобная. У нас система без ключевого доступа. То есть, ну, она работает с кнопки. И только на передних дверях. То есть, у вас ключ в кармане. Нажали, открыли, закрыли. То есть, задняя дверь, увы, и никак. То есть, сначала нужно нажать кнопку на передние двери, потом уже можно открывать заднюю дверь. Обновленный дизайн колесных дисков. То есть, это 18-е колеса, но уже в новом дизайне. Поменяли дизайн задних фонарей. Тема так очень бурно обсуждалась. Было много противников такого дизайна. Вот, пошли навстречу, так сказать, прислушались к мнению потребителя. И светоотражатель, который продолжал линию фонаря, перенесли вот в эту часть. А здесь, ну, я не знаю, если можно так выразиться, немножко подобрали сопли. Хотя дизайн фонарей задумывался изначально как катана. Вот, сейчас смотрится все вполне себе. Также поменялась форма заднего бампера. Вот эта накладочка. Вместо антенны теперь акулий плавник. Собственно, парктроники спереди и сзади. Вот единственное, чего не хватает, на мой взгляд. Вот сюда, если добавить спойлер, будет смотреться все гораздо более динамично. Вот прям он просится сюда. А так, вполне себе, все аккуратненько и симпатично. Касательно багажника. С точки зрения объема, вот здесь вот по своему опыту скажу, абсолютно легко войдет ПВХ-шная лодка, мотор пятнашка, какой-то рыболовный шмурдяк, без проблем. Большой высокий багажник доступен по той причине, что здесь запасное колесо, оно находится снизу, вот под днищем. То есть здесь его откручиваешь и уже снизу снимаешь. Соответственно, если бы оно было здесь, багажник был бы, ну, несколько выше. Здесь у нас спрятаны домкрат ключи. Ну вот, есть какие-то защелки, крючочки для пакетов с двух сторон. И, повторюсь, прикуриватель-розетка 12 вольт. Сидения здесь складываются в ровный пол. То есть в два этапа переворачивается. Здесь есть небольшой вот порожек, ну, буквально там, я не знаю, там 3-4 сантиметра, не больше. Вот, если постелить матрас, будет суперкомфортно. Главный вопрос, получится ли туда залезть. У меня рост метр восемьдесят пять. Ну, и сейчас я проверю. Ну, давайте так, объективно. Вот, в полный рост чуть-чуть не хватает. Если, скажем так, слегка подобрать ноги, то можно разместиться вдвоем. Если хочется в полный рост, ну, тогда по диагонали. Одному без проблем, кайфово будет. Есть обдув, отдельно здесь включил, завел, если зимой, в холодное время. Пожалуйста, кайф. Климат-контроль. Пожалуйста, работает, спасает. 38-градусную жиру, это очень актуально. Если я не ошибаюсь, на Outlander Ultimate ставит такой. Работает, как обычный климат. Вот, можно разделить его на раздельный двухзонный климат. То есть, для двух пассажиров. Вот, но у задних пассажиров, что приятно, есть свои воздуховоды. Они, конечно, не температуру могут там свою настроить отдельно. Но там посильнее, послабее, вправо-влево настроить. Для трассы тоже есть электронный помощник. Называется адаптивный круиз-контроль. То есть, есть классический круиз-контроль. Когда вы выбрали заданную скорость, и автомобиль ее поддерживает. А адаптивный круиз-контроль, это следующая история. То есть, мы на круиз-контроле задаем скорость максимальную. Сейчас мы едем за грузовиком. Автомобиль держит дистанцию. Есть три градации дистанции. То есть, мы можем сделать минимальную дистанцию. Но вот, по моим оценкам, это где-то 10-15 метров. Я ничего не делаю. Ни газ, ни тормоз. Мы едем четко за автомобилем. Он снижает скорость, мы снижаем скорость. Вот сейчас перестраиваемся. И автомобиль начинает сам разгоняться. Опа! Автомобиль влез. Чуть-чуть притормозил, сбросил скорость. Впереди идущий автомобиль разгоняется. Мы разгоняемся за ним, сохраняя дистанцию. Но причем, я не менял дистанцию. Если мы на скорости, там, где-то в районе 70 километров в час, дистанция была 10 метров. Вот сейчас едем, там, 98 километров в час. Дистанция стала больше метров на 5. Автоматически. Вот, смотрите, сейчас я перестраиваюсь, да, для того, чтобы мы догнали фуру. Все, начинает плавненько все это дело сбрасывать. Сейчас фура тормозит, посмотрим, чего будет. Я ничего не делаю. А интересно, в пробке будет работать? Нет. Впереди пробка. Посмотрим, полностью остановится автомобиль или нет. Я, как бы, на всякий случай держу ногу на тормозе, но пока автомобиль полностью автоматически все делает. Какой круиз-контроль в пробке. Вот так, подруливает чуть-чуть и все. Так, 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 сейчас должны остановиться. Пока ничего не делаю. Фантастика. Ну, будет остановка, нет? По-прежнему автомобиль управляет сам. Начинаем разгоняться. Я ничего не делаю. Лех, покажи. Вот, ну, действительно, вот нога. Все полностью делает автомобиль. Так, ну-ка мы перестроимся. Ага. Так, так, так. Ну, будет остановка. Ах, интересно, вот, чтобы... Вот, давай-давай, полностью остановились. Что произойдет? Он сам остановился! Да, хорош! И отключил систему. Все, когда полностью остановились... Да, он уже не разгоняется. Он ее отключил. То есть, это все-таки история больше для трассы, и в пробке не получится так скалтурить. Спинки задних сидений, они имеют несколько положений угла наклона. То есть, вот такой вариант мы переставляем в этом случае шторочку сюда поближе, или ее вообще снимаем для максимальной погрузочной, так сказать, площади багажника. И вот, можно это все дело вот максимально вот в такой уровень превратить. Переднее кресло отрегулировано под мой рост, чтобы мне было удобно спереди за рулем. Вот, и вот в таком состоянии, когда у тебя откидывается спинка, на самом деле, очень комфортно ехать, отдыхать и спать. Здесь у нас есть два подстаканника, что-то поставили, поехали. Задние сидения, два пассажира, два человека спереди, четыре человека, супер комфортно путешествовать. Значит, включаем здесь климат, настраиваем обдувчик под себя. Нет выбора температуры, есть скорость. Вот, подсветочка. Класс! В L200 на задних сидениях места меньше, ребят. Причем, ну, меньше на порядок. А, кстати, есть подогрев сидений. Вот он здесь находится. Также подстаканник, ручка, стеклоподъемники. А, вот, кстати, нюанс. Когда ты в такое положение опустил спинку заднего сидения, чтобы его достать, нужно снять вот эту шторку. Потому что рука туда не подлазит, чтобы схватить. Вот. Немножечко не продумали. Друзья, самое главное забыл. Это розетка 220. Включаешь, едешь по дороге. Ноутбук, техника, аккумулятор и все, что угодно заряжаешь. Ну, и также два классических USB для задних пассажиров предусмотрены. Да, японцы, конечно, удивляют. L200 вообще классный аппарат, на котором мы проехали уже почти 100 тысяч километров. Но он в большей степени используется именно в экспедициях. Сложные дорожные условия. То есть куча вещей в Кунге. Таскание лодок, катеров. Но при этом у этого автомобиля такой же двигатель. Такая же рама. Такая же система полного привода. И он без проблем будет таскать прицепы лодки. Да, наверное, грязные, там, вонючие канистры с бензином ты не положишь в багажник. А в остальном я не вижу никаких проблем использовать его и в повседневной жизни, и в экспедициях. И таскать катера, снегоходы и прочие вещи. Здесь, в отличие от L200, сзади классическая подвеска на амортизаторах. И машина гораздо комфортнее. На L200 задняя подвеска рессорная. Здесь же классическая подвеска. И, соответственно, машина более комфортная на каких-то мелких неровностях, стыках. То есть у тебя задняя часть не подпрыгивает. В салоне появилась новая 8-дюймовая мультимедийная система. Вот. Графика обычная, ничего сверхъестественного. Но, что мне нравится, очень шустро работает. То есть моментальные переключения. Можно, ну, вот выбирать. Прям никакой задержки. Щиток приборов, он тоже стал цифровым. Имеет различные вариации. То есть мы можем вывести обороты. Скорость. И вот такой вариант. Мне нравится вот так вот ехать. То есть удобно по цифркам прям видеть скорость, которая в данный момент. Да, и при этом видеть обороты. С точки зрения вот акустики в машине, у меня такое ощущение, что она точно такая же, как в L200. Но у Pajero Sport, у него с завода шумоизоляция идет классом выше. То есть она здесь определенно лучше. И, видимо, за счет этого создается эффект более такой качественной стереосистемы музыкальной. Вот. Но что-то мне подсказывает, что это то же самое. На самом деле, вот эта вот панель, она ничем не отличается от L200. Это жесткий пластик. Вот. Ничего такого здесь прям мягенького или кожи вы не увидите. Она не разбалтывается и нигде не появляется никаких сверчков, скрипов. Вот это класс. Вот. То есть пусть она будет жесткая, но ты там руками особо не трогаешь. Но самое главное, что она не скрипит и нет вот этого вот прям вот дискомфорта. Очень не люблю скрипучие машины. Давайте расскажу, что поменялось, что нового именно в передней части. А, во-первых, очошник. Он, если я не ошибаюсь, на предыдущем Pajero Sport был небольшого размера. Вот, по крайней мере, на L200 он точно небольшого размера. Вот такие очки влезают, а рыболовные, которые побольше, они уже не влезали. Вот здесь, я не знаю, можно запихнуть хоть этот подводную маску для подводного плавания. Ага. Значит, вот здесь добавилась ниша. Можно что-то туда положить. Там же, кстати, включается подогрев руля. Зачем-то увели кнопку туда вниз. Видимо, здесь не помещалось. Для передних пассажиров у нас две USB-зарядки, HDMI-выход, подогрев передних сидений, жесткая блокировка заднего моста, классический прикуриватель, блок климат-контроля, мультимедийная система 8-дюймовая. Пожалуй, это одно из самых главных и важных технических устройств автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и L200 в том числе. Это система полного привода. Она позволяет ездить на заднем приводе, исключительно на заднем приводе, при этом вы экономите топливо. Она позволяет ездить на полном приводе. Но на полном приводе можно ездить не только в условиях бездорожья. Можно ездить сколько угодно на любой скорости по обычным дорогам. То есть пошел снегопад, я не знаю, гололед, дождь, все что угодно. То есть сложные погодные условия, включили полный привод и поехали. Причем его подключить можно на скорости. До 100 км в час он включается. Едете быстрее, чуть-чуть притормозили, сбросили 90, включили, поехали дальше. Следующий этап. То есть полный привод и блокировка межосевого дифференциала. Еще одно положение. Полный привод, блокировка межосевого дифференциала и пониженная передача. Проверена временем, просто безотказная, как автомат Калашникова. Вот такая вещь. Еще одна приятная функция это запуск с кнопки. То есть ключ в кармане, бесключевой доступ, сел, нажал кнопочку, завел и вперед. Подогрев щеток стеклоочистителя появился. То есть для зимы очень удобная и нужная функция. И, соответственно, блок стеклоподъемников, он полностью электрический. Я имею в виду с автодоводчиками, все четыре стекла. То есть можно, соответственно, заблокировать, чтобы детишки там не открывали. И открыть, закрыть, заблокировать дверь. Подогрев сидений тоже все есть, как спереди, так и сзади. То есть для, скажем так, холодных условий машина подготовлена. Собственно, бардачок. Вот здесь такая ниша. То есть, в принципе, сюда тоже комфортно положить телефон. Конечно, никаких тут беспроводных зарядок нету. Дальше просто ниша. Достаточно вместительный бардачок. Смотрите, даже положили сюда специальный коврик, чтобы ничего не дребезжало. Подлокотник удобный. То есть рука лежит как надо. Ручка коробки передач. Ну такая, достаточно интересная. Не знаю, очень приятно. Вот ее берешь в руку и вообще кайфит. На L200 как бы все немножечко попроще. Значит, здесь отделка сейчас модный. Уже какой год. Рояльный лак. То есть все классно. У него один минус. Если что-то класть, его чиркать, он, ну, как бы со временем царапается. Вот. Но есть, скажем так, детейлеры, которые делают специальные защитные пленочки. Можете заклеить и вообще об этом не париться. Два подстаканника. Все удобно. Ничего особенного здесь не скажешь. Бардачок. Как я и говорил, здесь двигатель 2.4 дизель, 181 лошадка, такой же, как на L200. Система полного привода Super Select, как на L200. А вот коробки отличаются. Если на L200 автомат шестиступенчатый, то на Pajero Sport идет восьмиступенчатый автомат. И на самом деле, благодаря этому на трассе получается неплохо экономить в топливе. Ну, как неплохо. Наверное, там процентов на 10 Pajero Sport более экономичный. Потому что там при той же равной скорости обороты двигателя, они здесь чуть меньше. Возможность ручного переключения под рулевыми лепестками. Вот. На L200 это можно делать, но именно коробкой передачи. То есть переводишь селектор коробки в режим, так сказать, ручной и уже вверх-вниз переключаешь. На самом деле, я частенько прибегаю к этой функции, объясню для чего. То есть, когда ты едешь где-то в натяжечку, помочь притормозить скоростью, вообще, прям милое дело. Действительно тормозит. То есть, не то, что ты вот только скоростью тормозишь. То есть, педаль тормоза плюс тормозишь скоростью. Когда гололед, скользкая дорога и машина на полном приводе, и вы тормозите скоростью, то она тормозит не только задними колесами, но, соответственно, всеми четырьмя колесами. Это очень эффективно. Ну и вот еще одно важное отличие от L200 это сидения. Они здесь гораздо удобней. Выраженная боковая поддержка. Вот сама поясница. И такое ощущение, что подушка сидения, она тоже чуть длиннее. То есть, на них ехать прям гораздо, гораздо комфортнее. А, обшивка руля. То есть, там тоже, как бы, она такая кожаная, но она, как бы, такая более жесткая, грубая. Здесь все вот, ну, помягче, покомфортнее. Новые кнопки на руле управления. Активный круиз-контроль. Собственно, вся мультимедиа. Вот все-все-все. Телефон вынесли сюда. Единственное, чего неудобно, вот чего здесь не хватает, крутилки громкости. То есть, она либо кнопками здесь, либо кнопками на руле. Вот. А иногда хочется, вот, чтобы быстро это выключить. Прям раз, раз. Вот этого нету. На самом деле, я не знаю, что будет через 10 лет. Мне кажется, ни одной вот тактильной крутилки и кнопки в автомобилях не останется. Потому что все тренды автомобилестроения идут к тому, что все превратить, там, вот, в единый какой-то мультифункциональный центр, где все вот-вот-вот в кнопках меню и, не знаю, там, просто телефон будет скоро вставляться. И все, больше тебе ничего не надо. Ну что, попробуем проверить все это на ходу. Собственно, я-то уже, конечно, напроверялся. Вот. Но сейчас покажем вам. Вот здесь есть интересное бездорожье. О! Вазик едет. Мы без подмоги, а вот мы сейчас, кстати, спросим ребят, посмотрим, что у них за колеса и вообще, как они проедут. Может быть, мы за ними сунемся? Потому что здесь, конечно, резина такая. Не очень. А местность, прям, мне кажется, болотистая здесь. Давай глянем. Так, ребята, а что-то... Я только обрадовался, что пора ехать, но УАЗик на МТ-шной резине, по-моему, чуть-чуть застрял. Сейчас вопрос, короче, кто кого будет. А вы поверите на слово, что Паджеро Спорт с этой системой полного привода нормально ездит? Так, трос, говоришь, есть? Есть. Ну, в принципе, если я сюда проеду, аккуратненько развернусь, я тебя, ну, назад-то, наверное, могу дёрнуть. Вот, собственно, МТ-шная резина. И колесики побольше. И всё равно чё-то как-то не очень. Не, ну, на квадрике, да. Всё получилось. Спокойненько, в натяжечку. Без резких движений. Давай, 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 цепляйся. Молодец, молодец. Потихонечку, 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 потихонечку. Так, 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 так. Вруи проходим. Да ты чё? О-хо-хо! Ещё справа по болоту УАЗик объехать. И вообще красота. Ну, как-то так, это-то. Вселило оптимизма то, как мы сюда заехали. И всё, вот эти диагоналочки, реально, прям, без всяких Б, без газа, без всего. Прям тихонечко, в натяжечку. Вот. То, что я говорил, дизель, реально, вот он тяговитый. Не нужно ничего выжимать, газовать. Прям плавненько, без понижающей передачи. И автомат. Вот они в совокупности очень грамотно работают. Опасно! Опасно! Надо отцеплять трос! Давай, я сейчас выезжаю, ещё раз тогда перееду. Здесь мягенько. Вот сюда попробовать? Сюда. Я говорю, вот отсюда как-то она истощила. Вот она пошла, вот туда. Слушай, а если его укоротить чуть-чуть, никак не получится. Ну ладно, сейчас попробуем. Это было сильно! Я хочу попробовать порог снять хотя бы с земли. Ну, конечно, попробовать можно. Я боюсь, просто он сейчас, ну, подзакопается. Ох ты, смотри-ка! Ох, вот это же диагоналочка! Едет, но мне страшно! Я ничего не вижу спереди! Сейчас я посмотрю вообще. Оценю. Так, по бамперам нормально проходит. С точки зрения геометрии вообще всё чётко. А здесь немножко страшно. Когда ты начинаешь ехать, он просто оп! И переворачивается. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Слушайте, ну, на самом деле-то на удивление. Порог полностью на месте. Молодцы, чё. Респект за крепкие пороги. И сейчас, что мне нравится, то есть автомобиль стал ещё более комфортным, дружелюбным к водителю. Добавили различных помощников и ассистентов. Как бы в зависимости от комплектации, вы можете их покупать, а можете нет взять комплектацию без этих помощников. Но это кайф. То есть машина остаётся трушная, она на раме, она с грамотной системой полного привода. Ну, я не знаю, пожалуй, это лучшая система полного привода на рынке. Вот эта машина на момент съёмки тест-драйва сейчас в районе 3,8. Вот максимальная комплектация, где есть всё на дизельном двигателе. А так, если я не ошибаюсь, чуть меньше трёх начинают стартовать первые версии. Оставим ссылочку в описании на все тех характеристики, комплектации и цены. То есть вы зайдёте и посмотрите актуальную информацию, потому что сейчас автомобили, мне кажется, дорожают чуть ли не каждые 2-3 недели. Ну что, друзья, мы заканчиваем наш тест-драйв в многочасовой пробке. Самое главное, ребят, я хочу сказать, Pajero Sport, ну вот честно, мне очень зашла машина. Это честный полный привод с офигенной системой Super Select. Это рама, настоящая рама. Огромный багажник, комфортный автомобиль, куча систем, если вам нужны, которые будут вам помогать в городе. Так что рекомендамс. Ну а мы продвинемся ещё буквально на 10-15 метров. Спасибо, что смотрели. Всем классных рыбалок, удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok